Ну что, друзья, вот закончился мой звездный час. Рубрика Ice News так понравилась людям, что вот Алена Леонова решила отжать у меня ее. Привет, дорогая! Я в Питере, поэтому воспользовалась этой возможностью. И поэтому о главных новостях недели сегодня будем говорить вместе с прекрасной моей любимой Аленочкой Леоновой. Спасибо, дорогая, спасибо, очень приятно. Но прежде чем начать смотреть этот выпуск, не забудьте подписаться на наш канал. Конечно, новостей предостаточно, но все-таки принято начинать с главных. Это переход Алены Костерной к Евгению Плющенко. Я прочитала, что ты встала жестко на сторону Тутберидзе. То есть я была поражена, потому что все так завуалированы, типа и не вашим, и не нашим. И тут Ален Леон такая, я на стороне Тутберидзе. Почему? Ну просто я, наверное, склонна верить первой версии, которая озвучила Татария Георгиевна. И потом я сделала интервью Дане на это видео. А потом просто резко где-то в середине июля она начинает плохо тренироваться, не выполнять наши задания, огрызаться и всем видом показывать, что что-то не так. И поэтому я из этих слов поняла, что, наверное, Алена действительно поступила. Они очень красиво с ними, поэтому я встала на сторону этой группы. То есть это, ну, выслушать мнение Алены дождаться не нужно? Нет, ну я просто... Она просто отказалась от этого, да? Я знаю, что она отказалась, но потом Жене тоже давал какие-то, да, комментарии небольшие по этому поводу. Ну, в общем, как-то все вот так не складывается, вот. И никто до конца, наверное, сам-то правду не знает. Вот, но в принципе, я, конечно, все-таки еще почему-то на стороне Телли Георгиевна, потому что, ну, от нее пришла прекрасная спортсменка. Не будем забывать, да, что Алена именно с ним опять и достигла стольких результатов. Ну, обидно. Обидно, просто обидно мне. А как ты думаешь, вот эти условия, если мы говорим, да, если мы верим вот стопроцентно в версию, которую озвучили тренеры Самбо-70, вот эти условия спортсмены имеют право выдвигать, там, не хочу кататься, с этой, с той фигуристкой? Или все-таки спортсмен в любом случае остается спортсменом? И, как говорит Ирина Александровна Виннер, сошла с пьедестала, все, ты никто. Ну, и Терри Георгиевна тоже сама такие же слова говорила, как бы. Не знаю, насколько жестко построен тренировочный процесс, да, у меня в группе. Вот, то есть по, так сказать, по наслышке, да, то есть, и зная, какая конкуренция, и зная, что именно из-за этой конкуренции достигаются какие результаты, поэтому, не знаю, никаких минусов в этом не вижу, и, как бы, это, наоборот, только большая связь, я считаю, это прогресс. Двигает вперед фигурное катание. Именно такая внутренняя, какая-то борьба, вот. А кто с этим и справляется, ну, я не знаю, опять же, насколько это правда, да. То есть, если Алена правда выдвигала условия какие-то свои, и, как бы, судить за нее, насколько она имеет на это право, я право сама не имею, поэтому, не знаю, но я считаю, что все-таки конкуренция группы она нужна. Почему вот, когда кто-то уходит от тренера к тренеру, это происходит тихо, дружелюбно, спокойно, а кто-то уходит и прям все, птув, взрывается все вокруг. Ты ведь тоже меняла тренера. Да. И тоже переходила. Вот у тебя какие мотивы были у тебя поменять тренера? Попробовать что-то новое, поменять себя, изменить, поменять все, попробовать двигаться дальше. Окей, тогда почему тебе можно было на тот момент менять, хотя чемпионат мира среди юниоров? Серебряная медаль чемпионата мира ты выиграла с одним тренером, и ты такая, хочу попробовать что-то новое, и уходишь. Это, ну, как бы, в тот момент серебро на чемпионате мира, это было мега круто в женском одиночестве. Смотри, как золото юниорского мира с одним, серебро взрослого мира с другим в итоге. Ну, так сложились обстоятельства, но я, как бы, могу сказать, что со всеми этими фестерами до сих пор прекрасные отношения, но вот у меня вот так получилось. Я, как бы, снова... Я потому что знаю, что ты до сих пор общаешься, потому что я через Налину всегда передаю привет прекрасной Алле, которую я просто люблю и обожаю. И ты молодец в этом плане, у тебя получилось. Почему не получается в самбо 70? Любой переход из самбо 70 – это такой, любой мини-скандал, либо скандал. Я же не прыгала четверные, десятерные и тройные акселя, и я не была настолько прям супер-пупер-звездой, как это сейчас, да? То есть для меня, наверное, такая первая звезда такого масштаба – это была Лепницкая. Ну, смотри, девчонки растут, возможно, им нужен... Я просто человек, который пытается оправдать всех и всегда, всех тренеров, всех спортсменов, и поэтому в моей голове всегда очень много вариантов того, почему люди поступают так или иначе. И вот такой вопрос, что, возможно, девчонки растут, а когда мы все растем, у нас появляется собственное мнение, то есть нам уже тяжело, там вот на нас нам сказали, пошла 10 четверных, а у тебя уже там какое-то свое мнение, и тебе хочется чуть-чуть по-другому, иначе. Поэтому девчонки растут, и им становится просто некомфортно вот в этих условиях. Ну, есть такой еще, как бы, вариант, как не сошлись характерами, да? Это вот как в супружеской, да, какой-то жизни такое бывает там совместной, так и, наверное, вот с тренером, да? То есть в какой-то момент так потеряли какую-то ниточку связи, то есть тоже такое могло быть. Но я могу сказать, что касается мнения, если ты хочешь делиться всех результатов, мне кажется, надо засовывать свое мнение куда подальше. Вот, отчасти я с тобой абсолютно согласна, и мне кажется, все результаты, которые показывали девчонки у Итери Гюнки-Беридзе, это не просто отработанство. Лучше, каково теперь Саша Трусовый, которая ушла от группы? Где? Куда подальше, да? Куда подальше, блин, чтобы быть одной единственной звездой, а теперь получается, что нет. А там еще и Стасия Константинова. Друзья, я вспомнила этот прекрасный мем, паблика «Фигурка», где такая Стасия стоит. Алена, Саша, ну, привет, девчонки! Ну, я думаю, что это будет такое очень интересно и прикольно наблюдать за ними, как вообще у них будет складываться тренировочный процесс. Хотя, в принципе, я, наверное, уверена в том, что их всех примерно раскидают по разным дам, чтобы уделять внимание каждой спортсменке. Поэтому, ну, в целом, как бы у них, у всех друг за другом есть куда-то что тянуться, скажем так. Скажем, ну, есть плюсы, которые можно взять друг за друга. Просто все говорят вокруг, там, тот же Плюченко, что конкуренция в группе – это хорошо, а девчонки, получается, хотят уйти от этой конкуренции, и все равно эта конкуренция их догоняет, получается. Мне не очень понравилось высказывание Плюченко. Знаешь, разнятся, это как при разводе, всегда виноваты двое, и у каждого там своя версия. Даня говорит о том, что Алене программа очень нравилась, программа шикарная, и, к слову, что скрывать, мы все видели эту дорожку, музыка, дорожка. Лично мне очень понравились, я посмотрела несколько раз. Это просто что-то свежее, прям, ну, круто. И тут Плющенко говорит, программа ужасная, и Алене она самой не нравилась. Я такая думаю, блин, то ли я сама скажу, то ли что происходит. Так нравилось или не нравилось? Здесь, конечно, только Алену сможешь отметить. Конечно, конечно. Но я тоже это не знала, потому что я первая, то, что я посмотрела, как раз-таки то, что говорил Даня, и тут на следующий день я открываю интервью Женя, он нам говорит, совершенно полную противоположность. То есть это какое-то замешательство. И вот считаешь ли ты, что это правильно говорить, что работа человека, твоего коллеги, она ужасна? Согласна, нет, такое нельзя говорить. Вообще вся эта история мне напоминает шоу-бизнес. Я много лет назад, когда я начинала там свой путь в журналистике, я работала как раз-таки, типа, звезд, вот эта вся история. И я оттуда ушла, потому что было столько грязи. Скандал, как грязь, расследование? Да, вот именно грязи, понимаешь? И я сейчас понимаю, что я, блин, меня во все это просто возвращают. В такой вот шоу-бизнес. Но другая история, что в том шоу-бизнесе, в настоящем, нет детей. А для меня, как бы там ни говорили, я сама всегда говорю, что фигурист очень рано взрослеет, потому что ты, блин, в 5-6 лет ты уже выходишь на соревнования и защищаешь разряд, юный фигурист, но все же у тебя уже какая-то ответственность. Но с другой стороны, 15, 16 и даже 17 лет для меня, это все еще дети. И, конечно, в этом плане, то, что в такой шоу-бизнес, мне очень приятно. Да, согласна. Следующая новость радостная. Юлия Лепницкая стала мамой. Веришь ли ты в это? Если честно, нет. У нас сама еще такой ребеночек была до недавнего времени. И когда я увидела эти фотографии, прекрасные. Ну, вообще, просто безумно. Мне счастлива такая, прямо молодая. Прям вот идеал молодой мамы. Да, поздравляем Юлечку, Ладу. Прекрасное имя Каталина. Очень необычное, но тот редкий случай, когда необычная и красивая. Очень здорово. Прям счастья, здоровья мамочке. И малышке. И, да, и малышке. Поздравляем. Еще хочется обсудить. Саша Трусова выложила анонс. К фильму, который будет про нее на Матч ТВ. И там, значит, все прицепились к словам. Я хотела прыгать, а мне не хватает. А я тоже, кстати, у меня вот это резануло больше всего. Больше всего. Ну, это мои коллеги с Матч ТВ умело нарезали тизеры. Молодцы. Точно, да, как бы... Заинтриговали. Да, конечно, интересно услышать эту фразу в контексте, в котором она говорилась. Вот такое возможно, что, типа, ты говоришь, я хочу прыгать, а тебе говорит тренер, не надо. Но просто я знаю, что примерно в контексте эта фраза была сказана про соревнования. Ну, я практически в этом уверена, что, насколько я знаю, что Саша вчера... Ой, не вчера, а не всегда останавливали именно на соревнованиях выполнять что-то сложное. Всегда пытались упростить, потому что у нее не шло в том сезоне, реально не шли пешки именно в программе. И все время хотели облегчить, и она была очень противилась. Ну, я не думаю, потому что на тренировке, как бы я читала и другие интервью, и слышала, да, что она просто, ну, из угловуха прыгает. Ну, то есть, вообще, без остановки. Без остановки. Это вряд ли. То есть, я думаю, что это одно из больших соревнований. Соревнованиями – это такая забота тренеров за спортсмена в том числе. Но я знаю, что от человека близкого к ситуации, как принято говорить, у нас в английском, что у девчонки, у них, правда, была большая конференция в группе, и это их имя и двигало. И я сама была свидетелем того, я, мне кажется, уже раза три рассказывала эту историю, как Аня Щербакова на юношеских Олимпийских играх очень сильно упала с четверного лутца на тренировке. По-моему, я видела даже это. Да, я случайно, я ввела в этот момент прямой эфир, и это попало. И она ездила в эту просто пару кругов, она там что-то у нее видела с бедром, с ногой. Честно, я вот после такого падения вообще, в принципе, не встала. И ей нужно было выступать уже через пару часов. И я помню, я даже написала, да, Ни, вы будете выступать вообще сегодня? Он сказал, да. И я говорю, ну круто. При том, что она могла проехать, мы там шутили, что она может проехать просто макетом свою программу и выиграть этот юношеский Олимпийский фестиваль, потому что она после короткой оторвалась так от соперниц, что там просто две суммы, блин, короткой программы было. Но девчонка выходит и идеально исполняет два четверных лукса. То есть она не дала себе слабиду. И я думаю, что это просто вот у девчонок в крови заложено, что они хотят всегда по максимуму, а задача тренеров либо поберечь, либо уберечь, потому что тренер всегда лучше понимает ресурсы спортсмена, и, блин, сделает он или убьется. Я думаю, что речь шла именно об этом, но очень теперь интересно посмотреть этот фильм в прямом контексте. Это все шло. Это были Айс Ньюз Ален Леонова. Почему ты машешь в телефон? Я не знаю. Всем мира, всем добра, любите фигурное катание и пишите в комментариях к этому видео ваше мнение. Вы знаете, я отвечаю на ваши комментарии. Естественно, комплименты прекрасной Алене, которая пришла сегодня в замечательном платье, красотка. И подписывайтесь на канал Фигурка, чтобы оставаться в курсе всех последних новостей нашего прекрасного вида спорта. Целую вас, мои дорогие фигуровчане. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok